здравствуйте друзья среда утро еду на работу немножко многолюдно так это на улице плотный трафик потому что я иду раньше чем обычно у меня урок сегодня с утра там про поиск работы но не суть вопрос на который я пытаюсь ответить с утра такой что как мол студенты которые находятся на практике как они умудряются искать работу будучи на практике все-таки надо звонки какие-то принимать там не на разговаривать там и так далее я я бы этот вопрос расширил до очень естественного вопроса о том как искать работу если ты работаешь в конце концов и интерншип то есть про практика который ребята в компании проходит студенты ну это вот некоторая работа а если тебя другая работа а если ты уже пять лет опыта и ты ищешь работу и в это время ты работаешь вот как быть значит это не никакой разницы я не вижу между тем этим на самом деле практиканту на практике гораздо легче искать работу потому что все знают что он пришел там на два-три месяца все знают что ему надо будет потом искать работу и в общем-то это поддерживается и поощряется и это совсем совсем не то же самое как если ты просто работаешь потому что если ты просто работаешь и начальство видит что ты работу ищешь есть хороший шанс тебя просто выгонят ну правда есть другой шанс когда тебе могут сказать что слушай а чё ты работаешь давай чем-то у нас плохо можете накинуть надо там или еще что-то так тоже бывает так тоже бывает но очень очень часто когда человек засветился как ищущий работу от него просто избавляются это 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 бывает в москве еще в давние времена у моего брата старшего был начальник который такую поговорку говорил значит лошадь хороша пока не понесла сотрудник пока не собрался уходить вот так вот значит про лошадь я не знаю а про сотрудника который собрался уходить чистая правда даже вот в американских условиях значит как люди поступают они не хотят светиться то есть безусловно то есть мы это принимаем как аксиому человека светиться не хочет как ему искать работу значит он организует как бы свой поиск работы таким образом чтобы не было телефонных разговоров в этот момент более того если мы уже так совсем как бы в теорию вопроса пойдем по серьезному то использование рабочего имейла вот допустим я работаю в компании microsoft и у меня имейл михаил . партнов от microsoft.com и значит имейл является собственностью компании это ресурс компании я не имею права его использовать для своих личных целей поэтому даже это является нарушением и ну на гораздо более высоком уровне чем вот мы с вами частенько скандалы возникают когда компания начинает значит там в момент ухода сотрудника высокого уровня начинает смотреть что у него там и выясняются какие-то нехорошие обстоятельства вот с клинтон да которая была госсекретарем с hillary и там какую-то переписку вот это вытаскивают которая навела с рабочего имейла которая начни относится там к этому делу и тогда скандал так вот ну в конце концов сейчас полно имейлов таких можно с помощью браузера пользоваться вы можете ведь и со своего кстати вообще не очень этично считается вот если я рекрутер например или ваш будущий наниматель если вы пишете со мной вступили со мной в переписку с рабочего имейла это может как бы произвести негативное впечатление это нехорошо вот нет не то чтобы это как-то очень трагично но вот лучше этого не делал поэтому делается значит ведется какая-то такая переписка когда вы вешаете свое резюме но профайл создаете на дайсе на монстре на карьер билда и вот на таких местах там у вас есть боксики такие которые вы значит там помечаете с тем чтобы вам как к вам обращаться там звонки телефонные там чек или и не не чек или там допустим по имейлу соответственно чек или не чек то есть вы определяете каким образом вас контактирует тут еще тонкость такая что когда человек работающий и как бы с опытом то ему не нужно чтобы его там все подряд знаете там ковровым бомбометанием контактировали какие-то люди это абсолютно лишнее то есть чем больше у тебя опыта тем более ты переборчивый вас и ключи пройти мы когда говорим час работы много и народ перебирает вот поэтому вы так вы можете даже не вывешиваете там свой профайл куда-то может быть там шлете там два резюме в неделю и получаете два звонка или там два имейла и там может быть два интервью и всяких двух интервью может быть у вас будет два опера поэтому но может быть вы не взять на примете там эти два скажите да давайте еще чуть поищем так тоже бывает часто значит в этом смысле конечно практикант или там человек который на entry-level позиции там на junior позиция он конечно гораздо менее переборчивый он конечно хочет чтобы его увидело больше людей и соответственно он хочет сгенерить более такую большую волну на рынке это правда и он должен быть более осторожным в этом плане но в конце концов если нужно поговорить по телефону значит вы говорите у меня обед там с 12 до часу и в это время вы можете выйти там погулять по улице и поговорить по телефону с кем надо поговорить можете по skype при этом да у вас же на мобилке там skype есть или там какое-то другое приложение там вы можете договориться не вопрос значит что еще компания и в принципе понимая вот эту ситуацию они интервьюируют я знаю случай когда в субботу я не могу в рабочее время там пойти и угодно хорошо в субботу приходи они там сидят стартап или что-то еще я не знаю бывает такое сплошь и рядом легко интервьюирует в утренние часы ранние часы или например после основного рабочего дня то есть допустим там не знаю там 7 до 8 там до 9 такой тоже разговор бывает поэтому ну все люди как бы находят работу не вопрос вот так что я я лично не вижу в этом каких-то особых таких сложностей я не знаю почему вопрос возник ну наверно он возник в таком умозрительном плане да а что если вдруг то есть не то чтобы человек уже с этим сталкивался и как бы проходил но те из нас кто это проходили тут звонок там звонок люди даже на работе в общем то разговаривать по телефону иногда но не всегда у тебя есть отдельный офис в котором ты можешь разговаривать так чтобы никто не слышал вот частенько люди работают в таком open space такой environment или там кубики когда тебя слышат когда ты начинаешь разговаривать там и так далее то есть ну в практике в практическом плане я не знаю чтобы у кого-то были какие-то серьезные проблемы кто ну как бы достаточно осторожен и осторожный разумный человек как бы не не нарывающийся дело то что проблемы обычно бывают у людей которые такие ну как сказать не собранные что ли не не обращающие внимание на какие-то нюансы там на то что есть другие люди у них есть какое-то отношение там к тем или на вещам а просто они живут как живут и в общем-то и все остальное пофигу если он задался вопросом как сделать так чтобы никто не знал значит он это легко сделать вот я бы такая проблема в том что он не задается этим вопросом вот тогда проблема даже знаете вот есть такой аспект интересный у этой проблемы вот вы начинаете искать работу вам звонят рекрутер и вам говорят еще интервью не назначено еще ничего такого нет еще даже не понятно что вообще есть с этим человеком у нас общего а он уже говорит рекрутер говорит а дайте мне там ваши референсы и допустим 15 лет назад я бы сказал это жулики они там какой-то новый рекрут рекрутинг который пытается найти менеджеров для того чтобы делать с ними бизнес они просто используют злоупотребляют как бы своим своей возможностью позвонить и сказать вот давай референсы у нас есть позиция то 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 так они строго тогда у нас тут есть в общем нам нужны два референса и но мы берем только менеджмент левел референсы мы не берем там к воркеров там или что то вот я на днях столкнулся они даже там тимлида не хотят они говорят это должен быть административного какого-то плана то есть менеджер директор того такого плана так вот что тут сказать значит какое-то время назад я говорю это жулики они хотят через тебя получить телефоны имена людей должности каких-то компаниях а дальше они им звонят и говорят мы знаем вы там нанимаете тестеров туда-сюда вот мы вам давайте будем давать какой-то присылать людей сейчас это сплошь и рядом происходит я думаю что происходит это в значительной степени из-за того что на рынке есть очень много людей у которых нет ни референсов ничего нет вот они идут там потренироваться там ваньку валяют разрешение на работу у них нет и вот они там значит время чужое съедают поэтому и могут сказать дайте там последние пять цифр ли там 4 цифры вашего social security набор и люди пугаются как social security дарит вы можете дать им любые пять цифр какие только какие хотите это же не никто же не может проверить ваш он или не ваш social security лет или это с водительских прав номер но просто они тем самым пытаются снизить не не полностью устранить но снизить вот этот шум по отношению к полезному сигналу который приходит на них со стороны соискателей рабочего места так вот говорят дай референс и люди пугаются почему сейчас он возьмет и начнет звонить понимаете и и и у меня на работе узнают что я работу ищу значит вы можете сказать а они что действительно реально звонят вот это вопрос очень важный потому что если знать что они реально звонить не будут ну то есть они понимают что человек работает и ему звонить не надо но я хочу сказать что звонят поскольку я ну там я я референсов сам не даю как бы у меня но 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 практически это невозможно чтобы там я кому-то давал то есть это бывает исторически но но это как бы не моя функция вот но очень часто такое бывает что люди находят нашу контору ну там на интернете например нас легко найти а там есть телефон и они звонят и хотят получить какой-то референс при том что им этого телефона никто не давал понимаете значит если вы говорите я работаю в такой-то организации да они могут просто пойти начать звонить прямо в эту организацию я знаю таких случаев более чем достаточно поэтому в этом есть некоторые в этом есть некоторый риск он он присутствует я не хочу сказать что это там сто процентов или даже 50 но процентов так скажем 10-15 я бы сказал что есть риск поэтому в общем надо надо иметь в виду и надо но если вы знаете что это происходит то вы тогда будете находить какой-то способ как этого избежать если вы не хотите так например вот наверное наверное так такие соображения при том что когда вы говорите им ребята я не хочу давать вам референсы пока нет job offer там и так далее на них это плохо действует потому что когда будет job offer и выяснится что у вас нет референсов что вы там в резюме нафантазировали что у вас нет разрешения на работу это они тоже этого не хотят они тоже умные они уже научены горьким опытом вот поэтому значит они вам как мы не будем звонить пока нет offer там они они вам могут пообещать клятвенно и наверное когда они клятвенно обещают они в общем-то выполняют но но срывы бывают я как бы подтверждаю своим жизненным опытом постоянно кто-то там позванивает каким-то делам просто потому что они в состоянии найти где-то там погуглить или на веб-сайт прийти вот наверное такая история такой рассказ который произошел из безобидного вопроса о том как с практикантами это происходит практиканты в идеальном совершенно положении потому что их поощряют искать работу пока они еще там их не поощряют делать это за счет работы в том смысле что как сказать в ущерб работе то есть в ущерб своим обязанностям они этого делать не должны но не в ущерб можно и часто бывает у нас что вот человек пошел на там на практику и там буквально месяц попрактиковался у него же offer есть ну может быть он начал искать работу даже до того как попал на эту практику всяко бывает но это часто бывает бывает неделю вот приходит и готя вот неделю но у меня offer и мы говорим что ее мое ну как бы голову людям морочь и тогда но с другой стороны тоже понятно пока оффера нет ты же не знаешь есть нет он идет на практику нам тогда приходится уже становится ну с компаниями там договариваться но в принципе ну 9 компаний из 10 не станут как-то сердиться или огорчаться если человек именно работу нашел то есть если он вдруг там через три дня говорит что-то я подумал что мне далековато к вам ездить туда не офигевают и говорят у нас какие люди бывают вот но если чек работу нашел но это кем надо быть чтобы вот допустим сказать не бери там так что как раз со студентами проще всего счастливо